так все ребят короче сейчас я сетку вам покажу и начнем уже так аверс опа ревчик участвует отлично аверс опа аверс ревчика может будет играть блачек здесь идет энигма так садом касса илюха так милка каспер жди кайблю чиз так стрэндж нерази мастер вася френд гуру блэк тэмплар здесь браток тиран вик кстати братка можно постримить димага хоризон так не понял что-то до хрена корейцев там было где они все вообще что-то я не вижу корейцев то ты ты это это все везде все переименовывается все ждем короче так а с кем лайк там бьется я чуть не понимаю браток начал черт побери ну что и лайва против двора посмотрим это первую игру почему бы и нет поехали так где это вообще происходит какой части сетки а вот хан лесу и ок вижу 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 где я вижу да привет яндек еще раз только реец сетки 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 Ну, больше 32 человек участвуют в отборочных, это уже хорошо. Так, сейчас я проверю, что там у нас, твич работает, твич-то вообще должен работать. Так, вот сокетом что-то стримит, я насколько вижу. Сейчас проверю, твич уж точно работает он или нет, ребят, извините пока за двором, последите. Считаем, показывается, что вроде как онлайн, а, да, работает, работает отлично. Как-то криво работает, у меня такое ощущение. А не, все, нормально работает. Капец. Так, не знает. Как-то не знает. Я не знаю. Я не знаю. Опа, Элайф решил пруцами сыграть при этом всём, обратите внимание. Что это за Элайф-то такой? То есть он решил, что здесь такие мёртвые квалификации, что он просто сейчас пропсами всех пробреет? Ну, не знаю, не знаю. 47 это хорошее число. Так, здесь два адептика заходят. Надо же какого-то действует. Один из редких случаев, когда корейцы не своей расой получают. Посмотрите, ну, адепт изобрел, тут два. Второй ушёл, плётка есть. Муфлингом, вот сейчас заказан муфлингом. Так, Плайлайт у Лайва делается, Парабам не особо ставят. Ну, так, ещё как бы игра пропсами вроде неплохо играет. Парабам не особо, пока что. Муф-тук-тук заказан. Ну, посмотрим, посмотрим, ребят. Много игроков неплохих и наших. Там Стрэндж играет, Димага, Касс, Блайчик играет. У нас здесь на этих отборках. Посмотрим, кто пройдёт. Есть и европейцы, некоторые Соки, там ещё кто-то играет, по-моему. Адепта Пуша Лайв решил провернуть и реально не готов здесь двор к этому Адепта Пушу. Он ничего не проверяет, вот сейчас только проверит. Опа, адептики стоят. Глефы сейчас доделаются и Даркшайн ещё в догоночку пошёл с плюс пилончиком. Гейтов здесь пять. И здесь шестой. Шесть, короче, гейтов, да? Да, шесть гейтов. Адепты треть приходят. Минус дрон. Спорку тоже можно подрезать сразу же. Можно и хату подрезать, в принципе. Здесь блок, стеночка. Так, нужно заходить-то сюда, Лайв будет? Не, не будут. Сначала хату подрежь, ты правильно делаешь. Так, здесь пилоны Линги убивали. Так, ну дал плёткам хп накопить Адептами пока. Всё равно здесь как-то Адептов реально много, ребят. Ну, одна плётка бьёт. Смешно, блин. Вторая перекап. Тоже Адепты проходят через всех юнитов. Заходят на мейн. Это печаль для процесса. И сейчас Дарков в арк через пару секунд пойдёт. Дарков штучки три уже сможет варпануть. Потеря откроем. Потеря катастрофы просто. А, ещё и скопку подкопку всё бывает, что-то самое интересное. Дарки-то будут, не? А вот и Дарки подъехали втроём. Адептов прикрывают. Адепты на мейне оказывают. Ё-моё, как там рабочий терпец ГГ пишет Двар. Ну да, получилось, что E-Life тут и процессами способен раскроварять. Вот. Духа, чуть-чуть сеточку буду обновлять. Потом из этой части сетки уйдём куда-нибудь. Вот всё, видел, что E-Life с двором играет. Вот и решил посмотреть. Так, захожу во вторую игру. Так, Кианус Соки играет, кстати, победитель с кассом будет играть. Тоже интересная пара, может быть. Ну, отборочные наши, но буржуям тяжело, я так понимаю, всё-таки разобраться на сайте нашем GoodGamer. Хотя вроде по-английски всё дублировано, как бы, но... Ну, тяжеловато, как бы, тяжеловато здесь стопроцентно. Чё там у Гуру Ваева? Ну. Продолжение следует... 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 Игра возобновлена. Игра возобновлена. Оракул прилетел одновременно. И улетает еще 7 дронов он уничтожил. Это провал. 8 в общей сложности убито. Но адепты ничего почти не убили. Зато Оракул убил нормально. Игра возобновлена. Так, ну тут... Не, ну у них тут отменит Элайву, конечно. Получается 2. И парабан даже подравнялся более-менее. Вот на третьей базе, опять же, смотрите, нету спорки. Оракул прилетел. Еще минус дрон, еще минус линги. Да, 10 дронов уже погибло. Вот что же, даже, может быть, 2 дрона подрезал. И адепты заходят, и нету роучей встретит. А их 7 штук. А 7 штук, 7 адептов, это уже не слабое такое количество, я вам скажу. Линги пытаются здесь рядом бежать, но тут не очень-то получается бежать рядом с адептами. Оракул опять залетает и опять пытается поразваливать. Адепты на третью заходят. За спорку установят сейчас между минеральной линией и споркой. Трансьюз идет. Хорошая позиция для адептов. Уходит дальше. Хорошо Элайв позицию чувствует за фронтами в том числе. Ну что-то лингов много как-то прямо, а не грыз. Начинают через атаку у нас послать было сразу же. Через атаку послал поздновато, конечно, грызут, но... Тут все хорошо дома зато. Есть оверчажа у Мазеркура, есть чем отбить, там Нексус. Архунчики летят, харастя. Что-то Элайв все здесь делает. Адептам Глеп и Архуна хараст. Все билды, все опенинги в одном, короче, просто. Королеву подврил. Приходят дроны. Ой, дроном больно, ой, дроном больно. Так, Архуны уходят на ХГ там. Надо улетать. Улетела Элайв. Иммортал плюс 2 СН3 здесь есть на... Между второй и третьей базой. Можно сейчас пробить камни Элайв, кто понимает. Надо помочь тогда. Надо помочь тогда Эмморталам пробить. Да, адепты тут долго будут их бомбить. Элайв свищнулся в Тосах. Против 2 Рая, я думаю, что он свищнулся в Тосах, а так нет. Еще раз варп Зелков идет. Кстати, Архивы Темпларов есть. Нет, но есть Даркшайн. Ну все, можно всеми выдвигаться. Можно варпить что-то сейчас Элайв у Дарков. Там, я не знаю, для Архунчиков или Зелков. 3 Дарка. 4 Дарка пошло. Можно еще 2 варпануть. 3 Архуна слить, на самом деле. Иллюзия Колосса вперед поперла. Я тоже с собой можно взять, на самом деле, эту иллюзию. Ну тут ТГГ, понятное дело, здесь нечем двору просто отбиться. К сожалению, к сожалению, бойлингов вообще нету, да? Туда 40 лингов. Их 40 лингов. Пьем, вот здесь такой микс. Жесть просто. Ты еще лайк не просто. Смотрите, сколько у него копится ресурсов просто. Сколько у него гейток вообще, кстати. 8. 8 немало, на самом деле. Еще и Морл приходит, линги накидываются. Ну, Архунчики бьются просто замечательно. Один, конечно, упадет, но только один и упадет. В итоге здесь просто 17 на 160 лингов потеряно. Лжи Alive, то есть играет с никнеймом Alive. Да нет, это Alive. Так, Alive, то против Димаги может дальше, кстати, попасться. Начал уже Аверс играть, не успел. Я к нему прорваться. А Стрэндж у нас, что там снизу? Не знаю, играл там Стрэндж нерадимым или нет. Привет всем пацанам. Светку могу скинуть сейчас на все сайты. Да нет. Спасибо. Продолжение следует... 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 Стрэндж выдвигается адептиком вперед... Продолжение следует... 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 Лавав Апсервера взрывает там и своих юнитов. Сейчас еще пойдет в арф от Стрэнджа, третий Нексус здесь. Так, ну в этот раз уже простим пащиные марики. Так, а, ну все это ему Техлус, он чему-то ушел в лайф, не знаю почему. Я не знаю почему, надо у него выяснить будет. Уступил немножечко Стрэндж назад, перегруппировался, ребят. 1-1 раньше даже, чем у Тирана. Лимита дофига у Стрэнджа, можно лететь вперед просто, всеми юнитами. Колосс еще 1-2-2 заказывает, призму что-то забыл. Ну все, сейчас вперед возьмет ее с собой. Добивать тут Стрэндж будет, очевидно, да? 9 юнитов, 9 гитов у Стрэнджа вообще-то есть. Поэтому с 9 варкует. Так, колоссы еще пока без рейнджа. Минки покуснул Стрэндж. Убивает, думаю, сервай Стрэнджи просто. И димага мог играть с алаевом. Киану соки пораврил. От Pedro колес newer попросам наша. Подпишемся своей диплом. Ну все же выйдет. Подпишемся, что текла, не Smash, не программа, не получается. Дико поравшло,, что с 4, 3, 2, 3, 5 с. Продолжение следует... Ну что, Стрэндж 1-0 против Мастер Васи. Сейчас я проверю сетку, кто остался вообще не из наших игроков. Здесь посмотрю. Ну, все двигается. Блай уже в 1-8. Прошел два тура, получается. А, он в первом фрис-лот, понятно. Вот. С Минато либо Зиги будет играть. Револьвер. Лебешем револьвер Аверс, возможно, будет у нас там игра. Так. Стрэндж идет по этому направлению. Я не знаю. Может лишь посмотреть что-то другое попробовать. Вообще, я смотрю, как бы европейцев крайне мало здесь. Только наши в основном. Вот. Судя по всему, 90% игроков будет наших. Здорово, Ким Чензерк. И даже ревчик там есть. Вот, я думаю, ревчик Аверса, может быть, застримить. Не знаю, короче. А, Гуру еще есть там внизу. Урент убил Гуру 2-0. Задерж 90 секунд, помните. Привет, Смайл и Смайл HD. Что ты имеешь в виду с премиума? Сколько попадает? Ну, если с личного, то с 80-60, 75%, 60 рублей. И так раньше было. Раньше 60, премиум был 45, сейчас 80-60. Ну, это давно было. 60, премиум стоил уже очень прям давно. Так. Репер летел от Мастер-8. Наглейший репер. Вот правильно, стейнс. Мазеркост прятал репер, залетел наглую под пилон. Минус репер. Баварский Стрэндж, это не тот, который меня как-то кикнул из игры по каким-то причинам. Не, ну, может быть, из какой-то игры по каким-то причинам Стрэндж меня и кикал. Вот, но нет. Это не тот Стрэндж, который злостный какой-нибудь кикальщик. Наш меня вообще как бы никто не кикает практически. Ну, то есть, если, конечно, там не какой-то там турнир, где не разрешают, или там еще что-нибудь там. То есть, такого редкость. Да и бужуи тоже не все. Так, что такие дела. Пэдди. Так, если Рева есть, говорит, почему мы смотрим это? Очевидно же, кто победит. Понятно, что ревчик победит. Поэтому мы смотрим пока будущих лузеров, а то потом-то мы их не увидим. Вот. Так, ну, а здесь, по сути, Аверсареву посмотрим. Возможно, успею туда попасть. Ну, если Стрэндж, конечно, Мастер Вайсю быстро пробреет. Но пока нет предпосылок к тому, что Стрэндж как-то должен развалиться в этой игре. Хотя в этой игре у Мастер Вайс, мне кажется, получше ситуация. Стрэндж как-то. Стрэндж как-то. Стрэндж как-то. Рева меня кикал. Да, было дело. Ну, пердак горит иногда, ничего не поделаешь-ка его. Вот. Это не значит, что я буду искать малейший повод, чтобы, например, выпилить его с этого турнира или что-то. Да и как бы нормально сейчас все. Подбамбливает у него и сейчас, но немножечко остепенился. Да и что-то я его даже, ну, даже редко стало видно, даже как-то скучно стало, но иногда. Да, даже мне хочется. Я хоть и редко выходил к нему, а вот тут на стрим зайду, посмотрю, что там происходит. Сейчас что-то там девушка сидела. В итоге как бы и стримов нет почти. Здесь у нас трупчики идут, а в это время Стрэндж пришел и в лоб. Просто убивает Мастер Васю. Сталкеры громят. Здесь уже точно нет. СССР пытается улететь, ну, может быть, и улететь, но нет. Сюда еще фрукосик просто, она никуда не денется уже. Может, даже и вторую успеет убить. Божай, шуточки воровевы. Вообще-то это более не шуточки. Это серьезно все. Решил Стрэндж сейчас контролить с толкерами, что-то не получилось ничего. Так, здесь минка прилетела. Что, ну, 9 пробок? Как это? Это одна минка 9 пробок убила? Ну, это перебор какой-то. Так, здесь Либератор летит. Стрэндж пытается его достигнуть. Вот он летит же. Успел улететь чертяга, но получил на 100 хп почти залп. Так, Либератор уничтожен. Минус 2 медивака. Контроль. ГГ. Все четко со стороны Стрэнджа. Ну, мастер Вася все-таки тренится. Молодой игрок. Вот. Но пока не готов он биться еще на уровне Стрэнджа. Так, что там с Ревой-то будет? Игра у нас, нет? На, там катает. Что-то Милку назовет. Милка против контрола. Я понял. Так, успел отписать. Так, Демаря пока оппонента нету. Из не наших пока что вообще никого не наблюдаю. Эджудикатор Алдарис кто-то наш, по-моему. А, враток вот с глючизм там бьется. Кто-то охотится. Кто-то охотится. Кто-то охотится. Глеб Мишин, 14 лет, Самара. Кто это такой? Не знаю, кто это такой. И типа Рева ему проиграл. Все сказали 3-2-2, но ставок-то нету. Не знаю, кто это такой. Странно очень. А он проиграл. Так. Может, Рева сильно не заморачивался, конечно, решил. Сегодня молодых я стрельну. Контрол. Ну, контрол не молодой, контрол уже из армии вернулся. Улучшение завершено. Реви тех, его нет на канале. А чё, в скайп-то не написать? Чак, смотрю, есть ли Рева там вообще сейчас онлайн. Пристройка завершена. Нет, чё-то не вижу я. Я останусь. Вооружён и опасен. Играет музыка. Так, прежде чем тех луты ставить, если есть связь с игроками, нужно им отписать, как бы, узнать, может быть, они там по каким-то причинам опаздывают. Если же нет ответа нигде, то тогда уже можно забить, как бы, конечно. Ну, это стандартная практика. Так, что-то Милку тут адептами попробовал зайти. Здесь Циклон плюс Марики и ещё Циклон плюс... Ага, плюс Мидивакс. Какой-то под пушек интересный здесь идёт. Второй Циклон вперёд едет. Два пилона Милка ставит. Это катастрофа для Милки, то, что у него нет пилона. Как они строчатся? Дождичь вообще полная. Контрол подошёл. Ещё два Марика подойдёт. Можно постоять, потуканить немножечко. Ну, и сейчас следующий уверчаж как кончится. Пытаться ворваться. Будет контрол врываться. Нинка идёт, плюс ещё Марики. И Либератор на мейн там полетел. Чё боится-то контрол, я не понимаю. Здесь пилон, вот просто на который уверчаж выставил. Иди атакуй спокойно, и всё. Куда-то контрол уступает. Ну, вот он излишний боязлив сейчас. Вот эти ранние пуши от Сирана с новыми Циклонами. Они и со старыми-то, которые захватом нелепым этим атаковали, крутые были. Вот. А сейчас с новыми они вообще просто жёстко заходят. Время действовать. СССР готов. Не знаю, пушитарей его куда-то пропал. Так что, ребят, так, не знаю, чё с ним случилось. Всё. 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 Продолжение следует... 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 контрол кстати на димагу может быть, хотя там кванчи еще есть короче было live, было несколько европейцев но они в итоге что-то, ну, не играют Кассоки должен играть был, кстати говоря, в игре 14 минут они будут играть, поэтому мы можем играть на димагу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Control 1.0, вторая игра, ребят, поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Так, тут интересно как-то Рибер на патруле летает... Начинает Прокси проверять у нас... Control... И, кстати, знаете, почему он Прокси начал проверять? Он второго пилона Милки вообще не видел... То есть он, получается, подумал, может это сразу Прокси? Хотя не факт... Но пилона реально не видел сейчас, получается... Второй барак, факты пока нет... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, приходит адептосик один. Залетает на мейн. Иллюзии у нас Милка, но выбивает его Control, то есть одну КСМ-ку убил всего лишь. Еще один адепт пришел, из третьей базы сейчас будет врыв, судя по всему, со стороны Милки. Не бой, он что-то на муви тут ходит, ходит. Вот сейчас пускает люди вперед, еще один адепт идет вперед. И строится Оракул. Оракул где? Оракул есть вообще? Нет, Оракула пока нету. Еще одного адепта Control убивает, но это перебор, хватит за адептов тоже отдавать, блин. В итоге сейчас нечем будет и ворваться. Причем, посмотрите, Control запилил инженерку, плюс один атака. И он, то есть, на мейне Оракула ждет туреточка, а на второй базе Мариков предостаточно просто. Не, ну Control смотрю, как бы, может не сверхбыстрый прогресс, но понемчку, по чуть-чуть, как бы, учитывая, что он работает, а в StarCraft for fun играет просто на опыте первого StarCraft, как говорится. Прогресс есть определенно. Так, здесь прилетает Оракул, Марики его просто раз... сейчас с автоматов застрочили просто. Оракул пытается на мейт плетить. Ну вот, надо прикрывать KSM-ок на продакшене, на спам. Чарлик просто маму ждет, она сейчас 9 придет примерно, он как бы должен раньше гулять, на уже час как-то. Погулять должен. Брось с дороги! Вижу все по-взрослому. KSM готов! Пристройка завершена. Компатель. Насколько это. Тит. Тит. Игр Pole. То, что Boric. Свечи. Уже уже unwarrен. Получится. Пит. Оракул isolating. Так, секундочку, тут пришел контрол, вопросы в конфе есть по организации. Продолжение следует... Прошу прощения, ребят, ответил просто вопрос, там как бы, что человек сказал, что победил, а лузер не отрепортил. Получается, у нас на гудгейме лузера репортят, но вот это плохо, конечно. На ESL автоматическая система, что там по репкам репортится, репку залил, и там система определила победителя, соответственно. Вот, это круче, как бы, но лузер тоже нормально, но получается, что зачастую, в чем минус того, что лузер репортит? У лузера бомбанет просто пукан, и все, как бы, он свалит, и чего, блин? Ну да, ему можно какие-нибудь предупреждения вынести, даже забанить на следующий турнир, но толку, как бы, в данном уже проблема с репортом есть. Короче, ребят, поджимает сейчас просто сейчас контрол, милку. Залп дестабилизатором идет, не слабый залп, либераторы раскладываются. Дестабилизатор там сзади, надо заходить на вторую, что я не понимаю, делает. Так, убил либера дестабилизатора, сейчас контрол. Мазерпур здесь есть, но мазерпур сейчас не отдается пока, а вот теперь отдается 100%. Дестабилизатор стрельнул, но только там по марику попал. Непонятно, куда милка лезет, тут адепты сами идут просто на либераторов, заходят и разваливаются. Контрол в итоге все разваливает, 85 на 109 по лимиту, ну, как-то изи для контрола, короче. Я думал, что милка получше побьется, но контрол молодец, я уже говорил. Из первого Старкрафта игрок, из Ленинграда, Санкт-Петербурга, он же. Вот, и... Такие вот дела. Цити Ленинград, Санкт-Петербург. Вот, не хочу развивать тему жестко, вот. Короче, с 28 памфиловцев, если кто смотрел, там в конце, как бы, ну, типа актеры там и вообще все, вот, кто над фильмом работал, там написано, откуда они. У некоторых Санкт-Петербург, у некоторых Ленинград написано. То есть я как бы не вкурил, почему. Понятно, что в старом стиле, как бы, да, кто за старую страну. То есть кто-то сказал, не надо мне так писать, напишите так. Вот, я вот этого момента не понял. Может, кто вкурил и может мне объяснить это. Вот. Так. Так. Продолжение следует... 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 Так, ну ждем готовности, ребят. Чарли. Хотя ладно, пусть лежит там Чарли, потому что еще не поет, а мама приедет, блин, кто-то там такой музыкальный, бибикалкой своя босса с она и жмет там, фанат, блин, хренов. Так, алло, ну че вы там... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, интересно здесь расклад, смотрите. Стрэндж не разведывал ничего. Вот, ну прокси сейчас будут делать, а здесь рипер и будет проверять, видимо. Так, проверяет рипер. Опа! Старгейт-то найден. Успеет выбить пилон стопроцентно. Выдвигается еще пробка адепт мазеркор. Пробка прямо сюда едет. На пилон с этой стороны ставить. Нужно внизу вот так вот объезжать, чик-чик, чик и здесь пилон сразу ставить. Гранаты по УКД, что называется, кидает сейчас под Старгейт у нас... Славишь, КСМ-ку бомбанул. Так, приезжает пробка. Так, заходит адепт. Хорошая реакция со стороны Дёрнинга. Успевает он тут садить КСМ-ку в бункер, что считаю хорошим контролем я. Теперь пилон этого ведь не понимаю я. Так, рипер отдался зачем-то нелепо. Оракул все-таки готов. Ну, посмотрите, тут туретка уже на мэне есть. О, склон приходит, склон всех обоссыт здесь, я извиняюсь, реально. С склоном шутки плохи сейчас в современном. Старкрафте, я бы сказал. Сейчас еще и Оракула собьет. Минус Оракул. Не слабо. Надеюсь, очень поздний Нексус. Плохой, очень, очень плохой. Начало для Стрэнджа прям. Не, не получилось мулу забрать. А ведь новейший мул. Признаться честно, наглеет Стрэндж. Ну вот, смотрите, не стрелила минка, наглел наглел и дэмэдж нанес. Как он поливает гата? Просто жестко. Как вообще циклоны поливают жестко. Что? Настя. Что? Так, ну тут у нас 10 мариков и 2 циклончика идет к Стрэнджу и ему реально нечего вот этим, нечем отбить это сейчас в данный момент, смотрите. Просто нечем. Оракул, конечно, возвращается, ну, что-то ее. Моментально падает. Похоже на 1-0, вообще 39-58 по элементу. Ну тут прокси совсем как-то у Стрэнджа не зашло, я вам смотрю. Интрига прямо. Конечно же, я Стрэндж абсолютно фаворитом здесь считал. Ну и здесь еще, кстати, пока не поражение, что самое интересное. Здесь еще шанс Стрэнджа отбиться неплохой есть. Отбиться-то он отбился, но, кстати, на 10 рабочих меньше. Боевого меньше, всего меньше, короче. Есть три гейта, правда. Ну а что три гейта? Блинка еще даже нет до сих пор. Здесь 3 циклончика пошла. Ой, здесь сейчас стимпак поздний, конечно, но вот. Отставание слишком жесткое. Текущая разработка завершена. Я здесь среди теней. Я здесь. Так, прилетал, по-моему, Либератор был уничтожен сразу. Я здесь, среди теней. Либератор был уничтожен. 66.80 по лимиту. Продолжает Стрэндж сражаться, обратите внимание. Убил пару депошечек. Уже лимит, кстати говоря, не, ну лимит еще пока провальный у Стрэнджа, но парабам уже подровнялась ситуация, но Стрэнджа нет ну никакой возможности выйти сейчас в Нексус 3, то есть ему нужно остроить какую-то минимальную армию, чтобы в лоб драться, если выход Тирана будет. А выход будет, поверьте, если Третий Нексус поставит Троц, в этом-то и дилемма, что. Нужно и по экономике нагнать, но и по армии отставания есть. То есть нужно наверстывать по всем параметрам. Ставит Третий Нексус, Стрэндж рискует. С трех гейтов вставит Третий Нексус, Колосс в итоге задерживается, в чем не слабо задерживается. Здесь до готовности стиму успевает мародера Стрэндж забрать. Блин, дэмэджа получил с лукерами нормально за вот этого, за мародера. А, ну это ЦСеха просто вылетает. Это для Стрэнджа хорошо, что это только ЦСеха пока вылетает. Сканинг-бернинг видит Нексус. Понимаешь, Стрэндж еще обнаглел. Стрэндж минку забрел и уходит сейчас просто отсюда. Надеюсь, фугасы есть, все есть, аккуратнее надо быть. На халяву тут Стрэндж несколько мариков разложил. Ну, а потерял позицию своими юнитами, сталкерами. Он сейчас возвращается, но он в тылу уже армия тирана вернется, а эти юниты в тылу вообще не нужны. То есть, и сейчас получается третью нексу защитить нечем вообще. И на второй провал, и на втором нексу тоже провал. Ну, хоть халл сейчас будет. Тут саппай блок намечается, кстати говоря. Скан минусов. Свой демэдж попытался стрэндж нанести юнитам тирана, но хоть какой-то демэдж там он нанес. Тиран будет еще лезть на хг. Лезет на хг сейчас бёрнет. Нужно ему лезть тоже сюда. Стрелочек даже либератор стреляет по адефу. Филд, один единственный Стрэндж пошел. Либератора выбивает, но прилетает второй. Нет, что-то тут не хватает Стрэнджа. Ничего, не хватает экономики продакшн-армии вследствие. Ему не хватает просто катастрофически. Так, подлинг под Либератора. Там подбил жесткий подлинг идет. Несмотря на это, вынужден Стрэндж подблинкиваться, потому что иначе Либератор бы демэдж бы наносил просто дикий. Это 1-0 Бернинг не может справиться. Как ни старается, не может. Ну, еще сдаваться рано тогда было. Ну, что ж, сюрприз, сюрприз, что тут и говорить. Касс что-то там ждет, с кем он там. С Энигмой касс бьется. Так, Блайминат, Авер ждет победителя Блайминат, касс с Энигмой, мотик с Фанни Зергом. Димага в контрол локаланчи ждет. Так, Джудикат Ролдальский Кида выиграл, Блючис братка выиграл, кстати говоря. Блючис один-единственный иностранец дальше двигается по этой части сетки самое главное. Ну, в Стрэнш или Блэк Тэмплар обязан его восстанавливать, иначе как это? Это же первая игра была, я так понимаю, или нет? Или уже не первая? Стрэнш до 4. Стрэнш сэмплэйл . Блэкзь назван сэмплэйл иностранец до 5. Лис тэнш бэкзь Субтитры сделал DimaTorzok Так, не 1.0 все-таки Strange Ждем вторую карту Так, ну что ж, ждем продолжения Averse Glide, да, я в курсе, что он Averse Glide Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну ждем начала Продолжение следует... Все готов, Strange Strange уже ждет, он проигрывает Надо реванш брать Вернинг отошел как ненадолго Ну все, продолжается битва Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сзади DimaTorzok И сегодня я смотрю, юморист какой-то дикий, да, прям Бывает, бывает, че Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, извиняюсь, что отвлекся, посмотрел там кое-что Прокси-барак Рипера от Бернинга Точно убьет одну пробку, я думаю, не только одну Не только лишь одну, а еще парочку точно Тройку Третью убивает Четвертую сможет забреть или нет Не смог Как повезло сейчас Бернингу, он криво Рипером улетал Реально, как бы Стрэнджу не хватило просто Не то, что выстрела, а один ХП остался у Рипера Пробкой можно было бы пильнуть Попробовать Уходит пробка Бернинг мог бы ее убить, как бы, но он не заметил ее Так, а Стрэндж идет вперед Так, а чем он идет вперед? Он идет пробкой вперед, а зачем? Мазеркор, думаю, висит Пришел, увидел и ушел Еще одна пробка ездит Стрэнджу только что убил Реан Рипер 3 пробки И он ездит еще пробками просто по карте Я чуть не понимаю, зачем просто он это делает Так, Рипер залетает на мейн Реакции от Стрэнджа нет вообще никакой Здесь Робо, Нексус есть Сейчас еще минус пробочки Одну, я думаю, Бернинг Хотя нет, с таким контролем не заберет он ничего Но Стрэндж в наглую зачем-то пробок возвращает Зачем вот так вот делать? Если Бернинг контролил, сейчас вот это минус пробка Сто подобного было бы Бернинг не контролил ничего вообще Стрэнджа нет вообще никакой Так, Бёрнинг 1-0, кстати, ведёт, я вообще забыл про этот момент. Да и в этой игре начало, но не такое, конечно, как предыдущее, там-то вообще просто пушим этим. Провал у Прокси от Стрэнджи вообще полный провал, причём и пушим Бёрнинг неплохо понапрягал. Здесь у Стрэнджи получше начало. Я бы сказал, намного лучше, несмотря на то, что Рипер наубивал вначале, Стрэнджи всё лучше, всё как бы по экономике, а это самое важное. Это самое важное сейчас для него. Здесь через стимпак бил. Дропу будут, наверное, но почему-то пока только один медивак строит. Реактора нету на Старкорте. Продолжение следует... Реактор субтитров – П crocod ノ Фунт Веча gegangen error Так, минус марик, выход попёр. Два танка плюс марики на одном всего лишь медиваке. Но сейчас ещё Либератор будет. Понимаете, в чём прикол? Когда при таких выходах один медивак, это не даёт вообще никаких шансов на контроль, на ошибку тирану. То есть ему нужно прийти, чтобы оппонент не видел, где-то здесь разложиться, нажать Т, идеально принять бой и убить. Всё. При любом другом раскладе просто стимпак хп себе снял, не подрался и всё, нужно уходить домой либо развалиться. Медиваку тяжело всех вылечить быстро, ну и вообще там тяжело будет пробрить. Так, заходит Бёрнинг. Сиджатся танки. Ё-моё. Стрэндж опасно лезет, смотрите. Сейчас танки-то не то, что раньше были. Они нормально выдают дэмэджа. Посмотрите, как Стрэндж подрался. Гвардиан потратил. Сталкеры все вообще в мясо развалено. Так, Сентря залезает. Куда-то там непонятно, куда Сентря лезет. Сталкеры постоянно дэмэдж от танков получают. Стрэнджи что тут терпит? Колосс не готов. Мазеркор на мэйне. Либератор отбить не может. Плечил четыре пробки уже выбивает. Либератор смещается. Здесь Колосс подходит. Либераторам надо стараться. Опа. И здесь до пилона. С пилона с этого не достает просто. А не достает. Смотрите, с пилона Стрэндж принимает бой здесь. С пилона все-таки выбил. Ну барабан меньше у Стрэнджа. 69 на 90 по лимиту, ребята. Это какая-то дичь вообще. А ССЕХа есть? Есть ССЕХа, что самое интересное. Стрэндж не стал выгонять. Нет Вижена. Может здесь какие-то юниты есть. Ну юнитов никаких нету. Бёрнинг... Блин, Бёрнинг как-то... Смотрите. Опа. Я вообще пропускаю. Здесь двойной дроп идёт. Ещё понапрягал. Потери не в пользу Стрэнджа совсем. Тиран много потерял. Но Стрэндж 21 рабочего потерял. Это же катастрофа. Но за счёт трёх Нексусов Стрэндж восстанавливает достаточно быстро рабов. На третьем уже перевор. Ну вот сюда надо в кармашек бы добавить. Здесь 9 пробок всего минерала добывают. Этого, мягко говоря, мало. Идут сканы. Куда они идут? Вообще куда Тиран сканит? Не понимаю. А вот сюда. Апсервер, видимо, здесь летал. Заметил. Бёрнинг сбил. Надо туретки на такой стадии уже ставить. Без туреток, ну, лишние сканы тратить. Здесь туретка нужна от дарков. И шальные апсы как бы случайно бывают просто косячи. Заводят их туда. И они погибают сами собой. Ну, это, конечно, редко бывает на уровне Стрэнджа. Но бывает. Чем идеальнее Тиран все это делает? Везде все ставят. То есть, как бы, где нужны туретки, где нужна оборону. Там где-то минку закопал, где-то юнитов правильно поставил. И Пруц как бы пропорционально этому и ошибаться может тоже. Текущая разработка завершена. Так. Ну что, приколосить у Стрэнджа. Да, в начале, конечно, провал был с этими всеми врывами и дропами. Но реализует ли Бёрнинг? То есть, понимаете, заполучить преимущество в Старкрафте это одно. А довести дело до логического завершения, то есть до победы, это другое. Победа это не убить юнитов много в начале там. Да и на любой стадии. Победа условия две в Старкрафте. Два условия. Либо оппонент пишет ГГСам. Вот. Либо Убиваете ему все здания. Все, других нету просто, нету случаев. А как, неважно. Там бараки из центра. Двухбазовые. Вперед, блин, вперед. Т нажал. Самолеты прилетели. Это уже как бы, ну, абсолютно неважно все. Куда бежал непонятно, Марик. Двойной дроп тут у Стрэнджа летает. Кстати, 2-2 тирана на 1-1 просто это уж совсем провал, я вам честно скажу. Но Стрэндж делает 2-2. Сейчас тиран там третий так только заказал. Мазеркор вообще не на позиции дроп. На мейн попёр. Давайте сейчас Фаржу выбьет, например, у нас. Нет, Фаржу не выбьет у нас. Получается. Бёрнинг. Ну, дэмэджа нанесет много, реально. Хорошо, что... Самое главное, что грейды не отменил. Он, кстати, Стрэндж на халяву сейчас. Вот ты гейт свой лупишь. Гейт свой лупит. Вот. Стрэндж... Стрэндж очень... А, нет, погодите. Фаржа одна отключилась, но вторая не отключилась. Это важно. Здесь надо пилоны восстанавливать раз-два и третий здесь, на Фарже. Стрэндж вообще не видит, что грейд у него делает. Это провал. Причём это атака не делается. Вот сейчас только заметил. До готовности 20 секунд. А ещё сейчас пилон. Да, тут ещё Стрэнджу придётся драться до готовности атаки, скорее всего, свои. Но драться есть чем пока. Вроде как и грейды есть. Вот. Ну, сможет ли Стрэндж тут нормально подраться? Сейчас вопрос открыт пока. А... Хороший под блинг. Понял, что сейчас оппонент не контролит Либератора. Пилды хорошие Стрэнджи. Гвардиан Шилд решает очень сильно. Под викингов под блинг пошёл. Хватит ли юнитов земли Стрэнджу сейчас? Хватает. Смотрите, викинги падают. Так же мёртвый сейчас подрался с Кэшембёрнет. Это что-то с чем-то. И как чётко Стрэнджи сейчас блинканулся. Всё. Сейчас в Лотве очень часто так происходит. Провал. Всю игру провал, провал, провал. Потом одна решающая битва и выиграл. Потому что нету ресурсов слишком много. То есть очень важно именно подраться правильно и грамотно. Что Стрэнджи сейчас и сделал, соответственно. Ну, Лернинга 3-3 сейчас доделается на 2-2. То есть, если Стрэнджи сейчас не будет убивать, не будет реализовывать вот эту победу свою, то тогда он может проиграть. Так, игры лучше будут у Бёрнинга. Так, Либераторы прилетают. Либератор забрал, забирает действие. Посмотрите просто. Ой, 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 ой. Посмотрите, по потерям. По потерям, катастрофа просто. Всю игру Бёрнинг Ёл. А тут такая тема. Убери 4-180 ГРМ. Пшитка стоника. Пшитка стонуста. Спринг-Убед 선ность. Пшитка стонистики стонистик этого 카п. Основной резко универсенко она аккуратности. Экитаты даболhip. Продолжение следует... 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 Хорошо встречает Стрэндж здесь. Так, Гвардиан Шилда еще нет. Начал за здравие, закончил вообще провально как-то. Без Гварда... Вот если бы... Если бы сейчас у Стрэнджа был Гвардиан Шилд, все что ему нужно было бы Б назад сталкерами сжать. Но Гвардии она не была и как-то он не идеально в итоге сталкером тут законтролил все-таки. Но сбивает медивак в итоге. И по лимиту в плюсе, по лимиту в плюсе. Так, по фотоночке в рабах на третьей базе сталкер стоит, на мейне на второй. Пробки строятся, гейты надо стараться сейчас в Трэнджу добавить. Так, пришел пилон один еще для гейтов, видимо. Но есть, есть место. Здесь вот можно гейтов наклепать нормальное количество. Так, плюс пять гейтов пошло. Вообще странно, что здесь вот их напилил. Восемь гейтов скоро будет. 101-115 по лимиту получается у нас ситуация. Ну, лимита больше убернет, причем здоровый кидос. У лимиту больше получается и... Ну, я не знаю, нужно ли стрэндж давить. Конечно, ответ нет. Точнее, я знаю ответ. Но можно подхарасить немножечко. Сейчас... На хрена блинком-то заходить? Как больно сейчас может быть. Два сталкера минус на две. Внофару ксм пару сталкеров разменял. Но ведь Стрэндж переборщил, по-моему, с агрессивными блинками. Стрэндж переборщил. Так, марафон там еще на главный кидос висит, по-моему, инфа по марафону. А они убрали уже, убрали, не вру. Уже убрали. Сделай еще там. Где-то новость надо искать. Так, пятое я занял место там. По итогу. Так, под блин, под Либератор, под Стрэндж пошел. С Н3, с Гвардианом. Ой, как сильно решает. Минус ключевые юниты Либератора танки. Остает Стрэндж по лимитам, потом наступает бой, и Стрэндж четко реально дерется. И вот смотрите, все, минки фокусятся, танки фокусятся, Либераторы фокусятся. Это, в принципе, то, что нужно для победы. И посмотрите на потери. Но потери, кстати, близкие даст, ну как, две тысячи разница. Стрэндж пришел, и вот Бёрнинг очень скоро Рейндж Либератором надеялся бы. Куда он здесь на муве ходил? Подожди ты Рейндж Либератором, сделайте все четко. Ну пошел, отдался. В итоге ситуация по грейдам одинаковая, по всем параметрам одинаковая. У Стрэнджа в линг и глефа есть, ключевые на этой стадии грейды. Он заходит в направление, которого Бёрнинг вообще не ожидает. Либератор минус, сталкер, одного подрезал, но это ГГ. Все-таки скилл зарешал, и, ну, Бёрнинг заставил Стрэнджа и тех, кто его поддерживает, понервничать немножечко. Может, Стрэндж, конечно, не нервничал, я не знаю, но я что-то уж подумал, что все в какой-то момент. Будем приклеить эту стогонку, мы не увидим двухменок. И теперь. Стрэнджа твёршку и он успел. Давайте попробуем валяном рынке resolved. Будем определять усилие нар算, описание лAD, Что раз смотрю, сейчас как Стрэндж ключевых юнитов запокусил. Это же жесть просто какая-то. Так, как год у нас? Блючис поробрил Джудикатера Алдариса, Блайс Аверсом Космотиком бьется, и я к Стрэнджу ворву сейчас. Так, Контрол Кланчи, димага там сверху. Контрол Кланчи, не знаю какая ситуация. Контрол Кланчи, димага там сверху. Контрол Кланчи. Контрол Кланчи. Контрол Кланчи Ну а вы, ребят, пока пауза Напомню вам, что поддерживать нужно, меняя мой канал Подписывайтесь на премиум Поддерживайте по реквизитам в описании Через плеер Ну и, конечно, задвлоки просьба отключать Ждем Стрэнджа Блю Чиза Скоро начнут, я думаю Стрэнджа Блю Чиза Стрэнджа Блю Чиза Стрэнджа Блю Чиза Так, инвайт пошел Немедленно Стрэндж, молодец Стрэнджа Блю Чиза Стрэнджа Блю Чиза Ну что, влючи Стрэндж, погнали Наверное, единственное Ну как, начинал Лайв там процессами фуфан играть Кого-то он там даже выиграл Двара, вот, вспомнил я Выиграл Ну в итоге слился И Чем он не слился, он ушел, короче Он просто ушел Почему-то, не знаю, поздно там у них кари Или в какой-то другой причине, я не знаю Вот Был еще Соки, был еще кто-то Там Гуру был, а, Гуру тех поражения был Он что-то там долго не приходил Вот, на канал Получается, учитывая, что тут Возможно, никто Из не СНГ игроков и не пройдет Если только Глючис не втащит в этой квалификации То Ну только на одной На Два же Две же общих всего квали То есть только на одной Кто-то еще на следующей Может быть Ну не корейский Не СНГшный Пройдет Как бы И Так вот То есть получается Практически чисто СНГ Турнир будет у нас Ну Будем смотреть Будем болеть Посмотрим, что будет Так Глючис это, кстати, не Зерк Я думаю, что это Глючис Это Тиран Оказывается у нас Я не помню Откуда он этот Глючис Ну, по-моему Из бывшей Югославии Из какой-то страны Вот Типа Хорватии Или что-то Ну Не буду врать Не буду врать Может я ошибаюсь Конечно Может кто-то мне скажет Откуда Привет, Сив Да, Двара Подставил Немножечко Life Ну, а что Навряд ли Можно С уверенностью Утверждать, что Если бы Life Не убил Двара То он Прошел бы Квалификации Квоту Взял Спасибо большое За Отдержку Так Иду За пятое место Ну, там 300 премиумов Как бы Во-первых Во-вторых Ну, если Как бы Была речь о том Что если не будут Три Точнее Нет, не три Два канала Получается То, что Один из Топри Абер Он точно Будет Пользоваться Не будут Пользоваться Будут Переданы Они Следующим Местам Ну, пока Информации Об этом Нет Я не знаю Разработка Понятно, что До конца Месяца Она должна Быть Как бы Информация С Нового Года Там Или С этого Месяца Это Все Работать Должно Кз Короче Буду Выяснять Кстати Хочет Я могу Премиум Дать Пару Тройку Штук Если Ты Прям Смотришь Вообще Я Здесь Среди Как Тому С Кем Я Летал Еще В Компьютерные Клубы Кидо С админом Между прочим Был Ребята Я Здесь А Это Вам Не Просто Так Кто В Мультя Комп Клуба Летал Тут Знают Я Здесь В Какой-то Момент Был Какой-то С нами Гейм Сегодня Только Вспоминали Бомж Пакеты По Три Штучки С Майонезом Чехия А Может И Чех Короче Может И Чех Я Ошибаюсь Так Прилетает Лючис И Просто Нексус Трэндж Меня Офигел Вообще Ну Там Пацаны Сами Проставляли Флаги В общем-то Как бы И Чехия Значит Чехия Я Честно Говоря Врать Не Буду Так Треть Нексус Устанавливается Здесь Что Есть Танчик Кстати Это С танками Выход Какой-то Чехия Нет Заново Странж Восстанавливаю Так Рубубые Выход Колоссов Идет Неспешный Такой Здесь Что У нас Скан Минус Аптеррер Здесь Был Да О Шифт Л Потери По Юнитам А Шифт К Оказывается Структуры Потерянные Самое Интересное А я Этого И не Знал Даже Будем Знать Блай Артеррера Стрэндж Уже Потерял Точнее Это Даже Не Стрэндж Потерял А Сбил Ему Наверное Правильнее Сказать Будет Блю Чис Так Блай Взял Первую Путу Молодец Блай Анонс Дали Анонс Чего Анонс Чего Не Понял Нет Анонс Анонс Что Блай 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 этот отдавать, я просто не вижу как Стрэндж может его отбить. Но если бы было сейчас прямо здесь колодчик Стрэндж, он может быть. Может быть что-то получилось бы делать. Так, залп по сталкерам. Отходит Стрэндж. В общем-то колодчик не вводит. Пробок уже вводит. Соплайблока не вводит. Ну, близок к соплайблоку Стрэндж оказался сейчас. Вот еще до заказа один и все. Колодчик второй выйдет. Блючиза уже третья цеха добывается во всю. Нужно ли Блючизу сюда лезть? Вообще вопрос. Так, ну капер троточка. Так, выход с адептами. Блин, адепты все уничтожены. Танки как-то в этот раз долговато. Стрэндж фокусит. Блючиз лучше дерется, чем предыдущие Стрэнджи оппоненты. Это очевидно. Один медивак. Тут Стрэндж умудряется забрать. Сейчас адепты прям сталкеров телепортнуться. Сталкеры их подтолкнули, кстати, немножечко. А, вот СС-2017. Опа! На мейне за варп идет. Стрэндж иллюзия посылают. Стрэндж вообще не контролит адептов. Он потому что контролит в лоб. Там дроп ему на мейн пошел. Причем со всех сторон что-то дропы идут. Полудохлый медивак абсолютно там что-то прилетает. На мейне складывается призма. Уходь. Уверчажем. Бей медивак. Стрэндж что-то творишь-то. Еще уверчаж нужно ставить. Стрэндж не ставит больше уверчажей. Здесь надо как можно быстрее врываться. Колосок третий СС-сех. На хрен на третий СС-сех Стрэндж пошел. Здесь с колоссом отбил... А! Ну все правильно. Все правильно. Учитывая, что здесь как бы призма шорох наводит. Так. Ну подхарасил Стрэндж еще. Ушел. СС-сеха улетела. Надо пробок лететь, шатать. Пробок Стрэндж не 120, 233. Боевой лимит очень-очень близок на самом деле. Сейчас попытка забрать колосса со стороны Блючи зайдет. Стрэндж на хренам-то гоняется здесь за всем этим делом. Я не понимаю зачем. Ему абсолютно не нужно. Да, Варг Центри пошел. Филдов будет много у Стрэнджа. И Гвардиан Шилд будет соответственно. Блючи за много бил. Заходят в Стрэндж. Филды хорошие. Стрэндж из Слитер. Да. Даже не знаю, правильно ли называть эти филды хорошими, учитывая, что здесь надо, чтобы и Гвардиан то желательно был. Так, Адлинг без Сталкера. Идет Стрэндж вперед. Под колоссов подставляет под это все дело. Под био колоссы не участвуют. Но адепты в итоге со Сталкерами все-таки зарешали. Улетает Лючи. 116 на 75. Кажется, Стрэндж перевернулся. Вообще жесть, конечно. Напряжено было для Стрэнджа, но он все-таки сбрил. Молодец. Ждем продолжения. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, не вижу хост пока, но сейчас будет хост скоро. Ну, хотя нет, филды нормальные были, часть юнитов все-таки за филдами осталась у Глючиза, плюс он простимпачился и не смог нормально подраться в тот момент. Ему КСМ как раньше надо было выводить, видимо. Стрэндж с этим решающей битвей, вот если подепты прямо перед колоссами были, он вообще развалил бы, но они как-то были, ну, криво стояли. Захожу к Стрэнджу. Захожу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, сообщай, сообщай, ну, конечно, я здесь буду, просто я не знаю, какой день, что именно я буду делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, кстати, BlueChist, смотрю, делает билд интересный. Я от него видел уже этот билд и не раз, причём, это билд, ну, получается в... В три барака и выход без стимпака. Это гранат кидает на пустое место, BlueChist, не знаю, за... А, иллюзия, наверное, за ним шла, вот он кидает. Ну, теперь иллюзии проверять бессмысленно практически что-либо. То есть вы видели сейчас, BlueChist увидел иллюзию, у неё вижен вот такой вот, а он увидел и сразу улетел. То есть просто оппонент, ну, скроется так, чтобы не заметили его. И столько случайно получится просто это убить. Бак-бателей загорелись... Батьки загорелись... Босса... Б так факта делается но по идее выходу факты должен быть при этом билде про как тамара реально би устроен хотя не знаете пошло и не слабо там ну блин ку стрэнджа пока нету так об сервером вперед летит филдов парочку бы надо по двор тебе всего один здесь увер чаш будет это фейл так видит стрэндж выход об сервером и выход серьезный сразу нужно еще пилон ставить стрэндж это понимает гиты когда у них к дэшечка пройдет скоро пройдет но блючиз уже успеет подойти к этому моменту так филдов не собирается стрэндж делать так заходит блючиз чаш раз умер чаш два ну то оборона стрэнджа хорошо прогоняет он оппонент своего парабам в плюсе все блин есть надо отогнал отогнал блючиза блючиза не рискует все щас к дэшечка пройдет нормально в этот раз стрэндж очень вовремя об сервером заметил все в общем ты там стримы будут кидос там ближе к новому году и 30 числа вот это вот у мира последнее будет и 31 наверно чего-нибудь постремлю там нем дёв дёвки речи руку и хаще я вот ну и там как бы сообщишь когда чё приедешь а там уже посмотрим за реактор просто в три сталкера не 4 даже стрэндж отдал но это бредовый размен был с его стороны ну я понимаю конечно за обремкнулся сюда застимился там оппонент забери ты вот этот реактор и уйди сразу назад нахрен далеко так минку стрэндж выбил фугасов не было некоторое время у оппонента стрэнджа я еще криво блинканулся как-то стрэндж да это еще один точно сталкер погибнет а это что стрэндж что ты делаешь я вот иногда смотрю вот вроде все стрэндж четко делает вот в играх особенно где проигрывал там выруливал блин а сейчас то что он делает нормальная ситуация оппонент вначале прогорел вообще стрэндж что-то вообще непонятное в итоге делают и все преимущества уже нет никакого у него точнее он даже отстает и по лимиту и по рабам и по всем параметрам вообще но то есть и и и и и и Улучшение готово к использованию. Улучшение. Месторождение минералов выработано. На этом месторождении не осталось. Я здесь, среди теней. Так, ну что, 103, 4, 126, у нас полиомет. Так, ну тут Стрэндж уже опять же ловит Блющиза просто. Адепты прямо в Био телепортируются. Несколько мариков просто на куски. В итоге оказываются разорванными. Часть Био вообще никуда не улетает. Колосс что-то в стоятку поедет, пока другие дерутся. Что происходит-то вообще? Стрэндж разворачивается. И к третьей цехе Блющиза выдвигается сейчас. Сейчас я обновлю сетку. А, вот здесь минки какие-то дропались. Просят там. Месторождение минералов выработано. О, твоя война, обнажили клинки. Так, в цеху отлетело. 103, 4, 121. Так, здесь вроде Стрэндж отбивается. 158, 135, ну здесь десьминки, правда, прилетели. Ну, Стрэндж идет вперед, здесь не остановить его уже реально, нечем остановить. Активеры в наличии. Сцц пытается, Стрэндж, откупаться. Инженерка падает. Туретку надо сбить. Сбивает, Стрэндж, туретку. Обс, выжил. Филды пошли очень даже неплохие. Под блин, под викингов. Как же там вообще выходит сейчас провально блющист? Это жесть вообще. Стрэндж успевает еще и колосса под контролем. Колоссы все живые. Вот первый тут падает сейчас. Так, блющусь. Блющусь. Блющусь тут еще. Смотрите-ка, и Стрэндж развалит что-то, мой. Знаете, тут и проиграть можно. Посмотрите, боевой лимит какой. Или Стрэндж сцц по одной все-таки сфокусил. Нет, и сфокусил. И что Стрэндж делает, я чуть не понимаю. Как он выигрывать-то собрался? Ну тут колосс, правда, еще один готов. Вначале вообще все замечательно было. Потом же, когда КСМ-ки выехали, и филды кончились, блющист перевернул вообще все. Все минералы на этом месторождении собраны. Я здесь. Улучшение. Я здесь. Среди теней. Я здесь. Среди теней. Тут у Влющиза прям на золоцах прилетает. Ну за счет экономики Стрэндж приобревает. Так, давай, Кидос, конечно, пиши в контакт. Задержка 20 секунд. Я говорю, ты сам описывай, когда и чего. Я просто не знаю, что с вами праздник именно я буду делать пока. Ой, как колосс здесь погиб неожиданно. Так, здесь КСМ-очки встретились с пробками. Начинается добыча. Блющиза сразу, кстати, Медивак сюда берет. Стрэндж тут выпиливает Старпорта. Все, что летает, все здания выпиливают. Так, здесь прилетает дробчик. Ну, адепты пришли, кстати. Адепты с дробчиком разбираются. И с КСМ-ками тоже. Они очень-очень-очень быстро разбираются. 1800 минералов, кстати. У Стрэнджа ему надо увезти рабочих. Вот он это делает сейчас. Так, там СТП улетела. Здесь надо все летающие. Стрэнджу выпиливать сейчас постараться. Летающие в первую очередь Стрэндж. Что же ты делаешь-то? Летающие здания. Ну, приоритет всегда должен быть на них. Говоротник. Опа, там несколько мародеров стоят. И три мародера, три маленькие приныкались. Не бейте нас. А в итоге пошла движуха. Ну, тут ключи вообще не контролят. Не стимит, их ничего не делает. Ну, это победа для Стрэнджа по-любому. Я уверен, что влючит здесь. Ну, что Стрэндж делает? Барак отпустил сейчас. Ну, блин, надо летающих все добивать. Ничью-то они сможет выйти оппонент, если ты добьешься летающих. Это взял Барак, ему летел. Ну, что за бред вообще? Сейчас давайте в баншу он выйдет просто нелепо как-нибудь. Набивая ключи. Тут Мейн Стрэнджа, надо идти вперед, не надо ждать Стрэнджа, ничего. Так, червя-дэкушки падают, отодвигают возможность банши в производство, ребят. Так, сканит влючит, видит, где Стрэндж находится. Здесь можно на золоте, кстати, поставить что-нибудь. Колоссы идут вниз к этой ЦЦХе. Обходит Стрэндж как-то хитро очень. Видит, где ЦЦХ, где Старпорт. ЦЦХу надо ловить. Стрэндж вложит ЦЦХу. Глющист там полетел к нему с дропом. Кстати, если Глющист сейчас Нексус выбьет, для Стрэнджа ничего хорошего не будет. Смотрите. Старпорт догорит. Почему, если Глющист выбьет, для Стрэнджа ничего хорошего не будет? У него не будет просто... А, у него есть еще ресурсы на Нексус, кстати, слава богу. Потому что значит, что... Так, пробок Глющист пытается поймать. Пробок поймает, но на Нексус есть ресы сейчас. Это важно. Да и пробок ушло несколько штук. Стрэндж прикалывается. Здесь филды ставят. Все, Глющист улетел. КСМ-ок 0. Да, мне ЦЦХу построить не может он. Значит, это ГГЭБ. Старпорт все догорит. Банши никакого уже точно не будет. Полетает. Глющист, Папа, и тканей. Курзаку купить неудачно я. Глющист. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Так, Дима говорит, у него что-то там с провайдером спайкает немножко, не знаю, что за хрень... Ну, короче, ждем начало... Поехали... Ну, все, погнали! Это будет 3, соответственно, начинается игра... Стрэндж Димага победитель с победителем Блая Каса... Блая Каса стримит браток сейчас Паша... Вот, кому это интересно, можете смотреть, соответственно... Вот, может быть, мы даже вместе и закомменсим там... Финалится... Вот и решилось там, что... Так, что-то чатик сейчас как-то криво грузится... Чё за дерьмо... Чё-то чатики открываются мне как-то печально, вообще, если честно... Вот... Ай, печаль вообще какая-то... И маги без задержки... Он ФП, потому что стримит... Очевидно, что там уже кто как хочет, так и выставляет... Ну что, ребята... Опа... Три хаты пула Димаги... Решил он со Стрэнджем схалявить максимально... Ну посмотрим, к чему это приведет... Слава Делава! Так, через Сталкера Стрэндж играет... Кстати, необычный... А, нет, погодите... Адеп первый был... Сталкер второй... Но Димага в наглую тут овером летает... Может быть, Стрэндж даже ещё и сбить его успеет... Хотя ему ещё троится десять секунд... Нет, скорее всего, я думаю, не успеет... Ничего там Стрэндж сбить, на самом деле... Вот... Вот Димаги непонятно куда летит... Летел бы сюда, улетел бы спокойно абсолютно... Летит прямо... Сейчас и... Стрэндж, что ты делаешь? Стрэндж мечтал, чтобы овер разбить... Что-то сталкером стоять... Но вот в итоге заметил всё-таки... Димага полетит проверять, что же здесь происходит у Стрэнджа... Здесь нужен пилон ещё один, чтобы закрыть здесь проход, соответственно... Стрэндж пытается куда-то на вторую зайти... Попытался дрона подлезать... Подлезать... У меня, кстати, тоже как будто как-то спаки какие-то идут... Я не знаю... Такое ощущение складывается у меня... Так... Надеюсь, дарками опенит, соответственно... У Стрэнджа... Адепт пришёл в рамку, встал... Не знаю, холк нажат или нет... Вот... Может быть да, а может быть и нет... Адепт телепортируется назад... Но он уже не успеет тут телепортнуться... Потому что, вы видите... КП маловато... Кстати, прикольно вот так вот... Адепт в этом плане... Ты как бы иллюзию сюда завёл... Здесь стенку дублируешь заново... Как бы уже здание новое строишь... Адепта может телепортнуться назад... Призма вперёд выдвигается... У демаги здесь и у версиры... Спурки и всё... То есть лейер уже есть... Это подстроечка... Четыре и все с косами... Но это всё имба, это гг... Ладно, шучу... На самом деле пока ничего не понятно... Да, арки идут вперёд... Здесь есть оверсир... Забирая страниждарков... Там только два жёлтенькими стало... Так, третий... Ну демаги больше... Лимита на двадцатку уже... Рабочих на десять... Опа... Это подобный блин к пушу... Пуш после архонов... Но не... Блинк это пуш... А как статс любит это архона... Зелки чарж... Свитч... Свитч в куш... Двух бас... Зелки архона иммортала с н3... В общем-то... Пуш очень интересный... Единственное... Что как бы... Статс тот же успевает там... Как минимум двух... А то и трёх имморталов... Подстроить пуш... Здесь же я вижу... Что странижа фактически с первым... Нужно выходить... А чё толку с одним имморталом... Выходить? Лучше тогда развалят здесь... Архона чуть не отдал... Ему очень долго предстоит... Сейчас регенить поля... Чтобы до трёхсот пятидесяти... Отрегенить... Улетая Стрэндж Овера... Очередного забрал... Здесь Ксилнагу... Тик контролит Димага или нет? Нет, не контролит... Да, контролит Димага... Простите... Стрэндж не контролит Силнагу... Здесь варпы на медленные пилоны дут... Это не очень хороший расклад... Сейчас тут Ксилнаг еще подрезал... Сейчас я вижу... Так, законтролился Стрэндж... Ну блин, Архоны и в пуши важны... Я не понимаю, почему Стрэндж не дает... Им сейчас времени отрегенится нисколько... Так, Гидра здесь... Видит Гидру... Улетает... По Архончику ударила... Здесь пошел выход... Очень серьезный выход... От Стрэнджа идет... Так... Так... Призму надо брать с собой... Почему Призму-то не берет... Не понимаю Стрэндж... Вот она Призму... Кстати, Роучи крайне мало у Димаги... Одна Гидра... Здесь Микси фактически... Это значит, что больно может сейчас быть Димаги... Так, Зилки прыгают... Сколько это там... 7 секунд... Как у Блинка, кстати говоря... Нужно заходить как можно быстрее Стрэнджу... Тянуть вообще нечего... Второй Мортал подходит... Юнитов ну очень много... Димаги одна Гидра... Зилки вообще идеально тут грызаются... Просто разваливают... Архоном надо поля продавить... Сейчас продавливает Стрэндж поля... Это минус Димага... Это 1-0 Стрэндж... Посмотрите потери... 2-100 на 6-300... Плюс Димаги говорил, что не успайкает сейчас... Но я уверен, что не успайкает... Решали в этой игре... Вот... Ну тоже могли помешать... Так... Там Каспан Углая ведет сейчас... Иногда хочется так... Так... Здесь Стрэндж 1-0... Вторая игра ГЛХФГГ... Тысяча Димага... Продолжение следует... Трэндж 2-1... Деньгер create с dads... Продолжение следует... 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 Что-то я как гиббон, короче, из какой-то гибки, которая там приготовил обед, а жена уже поужинала. Какая девушка? Где такие девушки, которые СК-2 не разрешают смотреть. Это ж полный бред. 45-31. Дестабилизаторчики попёрли. Глефы сейчас начали делаться. Короче, у Стрэнджа всё хорошо. Димага не может свичнуться точно не в там. Красавец. Хоть Линдов выкубил, то хорошо. Переконтролил Стрэндж. Тут надо добивать Стрэнджа, уйти на дестабилизаторах просто. Летает призма. Тут чудом Стрэндж улетел. Что-то одна королева у Димаги что-то на карте просто гуляет, не понимаю. Будет Стрэндж выход-то делать, добивались это он будет делать или нет. Будет, должен. Тут уже ёмокий лимит. 63-41. Болевой. Надо идти убивать уже. Так, ну чё, Стрэндж будет добивать? Нет, с корову щиту Стрэндж билл скрипт умер. Ну пара фаербуллов от Димаги таких знатных залетело, я бы сказал. Чё-то Стрэндж пришёл, ушёл, отдал. Так, здесь адепты на второй. Мейн, Шаталь, залетает. Димага идёт вперёд в попытке Стрэнджа сбрить. Фаербуллов фаррешает. Как же адепты задолбали. Сколько Димага в этой игре рабочих потерял уже? 46 на данный момент. Залп дестабилизатор жирно, жирно прилетело просто. Ё-моё, второй раз как прилетело. Гэ-гэ-гэл пишет Димага. Потеря вот этой. Кстати, потери не такие уж там прям дикие в пользу Стрэнджа. Не успел кассу на минуту просто. Не блаю. Чё происходит? Ну что, ребят, в ожидании финала мы придётся братка перестримить маляшка. Маляшка. Петух ё-ма. Маляшка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...